Кипрская полиция в субботу использовала водяную пушку и слезоточивый газ в центре Никосии, чтобы разогнать протестующих против политики правительства и коронавирусных ограничений. Организаторы акции протеста в соцсетях призывали участников выступить против государственного авторитаризма, неудачного управления пандемией и коррупцией. Аналогичные акции, несмотря на запрет, прошли в Вене. Более тысячи демонстрантов вышли на улицы австрийской столицы в знак протеста против правительственных мер в борьбе с пандемией коронавируса. Одним из требований протестующих, собравшихся перед церковью Карлскерхи в центре города, была отставка правительства канцлера Австрии Себастьяна Курца. В Праге Ассоциация «Миллион моментов» организовала автопробег, чтобы привлечь внимание к неудаче правительственных мер в борьбе с пандемией, а также ко многим другим серьезным политическим решениям под прикрытием противодействия коронавирусу. Жителям трех областей в Чехии, где сейчас наблюдается наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом, запрещено покидать свои регионы без уважительной причины. На границах округов выставлены контрольно-пропускные пункты. С полуночи субботы для жителей австрийского Тироля и Чехии вводятся ограничения на въезд в Германию. При пересечении границы нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус и зарегистрироваться на специальном сайте. Приостановлено железнодорожное движение между Германией и Тиролем, где активно циркулирует южноафриканский штамм коронавируса. В то же время польское правительство временно ослабило санитарные ограничения. Открыты для посещения горнолыжные курорты, плавательные бассейны и театры. Власти пообещали не вводить новых мер, если по истечении двух недель не произойдет всплеска новых инфекций. В субботу бельгийцы устремились к парикмахерам, по всей стране вновь открылись салоны, где действуют менее строгие санитарные правила. По мере снижения числа заражений посетителей снова ждут зоопарки и кемпинги. Число новых ежедневных случаев заболевания в Бельгии в настоящее время составляет от двух до двух с половиной тысяч, в то время как смертность от COVID-19 снижается.